Мои братья и сестры, даже в разгар уникальных испытаний и трудностей, мы поистине благословлены. Эта генеральная конференция стала для нас источником великих духовных богатств и радости восстановления Евангелия Иисуса Христа. Мы радовались видению Отца и Сына, с которого началось восстановление. Нам напомнили о чудесном появлении книги Мормона, основная цель которой – свидетельствовать об Иисусе Христе и Его учении. Мы обновились в духе, испытали радостную реальность откровения, которая дается пророкам, и нам лично. Мы услышали драгоценные свидетельства о бесконечном искуплении Иисуса Христа и Его буквальном воскресении. И нас обучали другим истинам, взятым от полноты Его Евангелия, открытого Джозефу Смиту, после того, как Бог Отец провозгласил только что призванному пророку. «Сей есть мой возлюбленный Сын. Слушай Его». Мы все утвердились в нашем знании о восстановлении священства и Его ключей. Мы обновились в решимости называть восстановленную Церковь Господа ее настоящим именем – Церковь Иисуса Христа в святых последних дней. И нас пригласили присоединиться к посту и молитве ради того, чтобы уменьшить настоящие и будущие последствия губительной пандемии. Этим утром живущий пророк Господа вдохновил нас, представив историческое воззвание о восстановлении. Мы подтверждаем истину, которая в нем провозглашается о том, что те, кто будут с молитвой изучать послание восстановления, действовать с верой, будут благословлены тем, что получат личное свидетельство о Его божественности и Его цели – подготовить мир к обещанному второму пришествию нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Все это – часть божественного плана, цель которого – позволить Божьим детям получить возвышение и стать подобными Ему. Называемый в священных писаниях великим планом счастья, планом искупления и планом спасения, этот план, открытый благодаря восстановлению, начался с Совета на небесах. Будучи духами, мы желали достичь вечной жизни, которой наслаждались наши небесные родители. На тот момент мы развились настолько, насколько это было возможно, без опта земной жизни в физическом теле. Чтобы дать нам возможность получить этот опыт, Бог-Отец запланировал создать землю. В предполагаемой земной жизни мы будем запятнаны грехом, сталкиваясь с противостоянием, необходимым для нашего духовного роста. Мы также будем подвластны физической смерти. Чтобы освободить нас от власти смерти и греха, план нашего небесного Отца включал в себя Спасителя. Его воскресение искупит всех от смерти, а Его искупительная жертва заплатит цену, необходимую для того, чтобы все были очищены от греха на условиях, установленных, чтобы способствовать нашему росту. Великое искупление Иисуса Христа играет центральную роль в плане Отца. На Совете на Небесах все духовные дети Бога узнали о плане Отца, в том числе о земной жизни и ее последствиях, испытаниях, о предусмотренной планом Небесной помощи и о славном предназначении этого плана. Мы видели конец от начала. Все мириады смертных, рожденных на земле, выбрали план Отца и сражались за него в небесной битве, которая затем последовала. Многие также заключили заветы с Отцом относительно того, что они будут делать во время земной жизни. Способами, которые не были нам открыты, наши действия в духовном мире повлияли на наши обстоятельства земной жизни. А сейчас я перечислю основные элементы плана Отца, поскольку они оказывают на нас влияние во время нашего земного пути, а затем и в духовном мире. Цель земной жизни и, возможно, дальнейшего развития в послеземной жизни заключается в том, чтобы потомство Бога уподобилось Ему. В этом состоит желание Небесного Отца по отношению ко всем Его детям. Чтобы достичь этого славного предназначения, вечные законы требуют, чтобы мы обязательно стали очищенными существами через искупление Иисуса Христа, чтобы мы могли жить в присутствии Отца и Сына и наслаждаться благословениями возвышения. Как учит книга Мормона, он приглашает всех прийти к Нему и вкусить от Его благости. И он не отказывает никому, кто приходит к Нему, ни белому, ни черному, ни рабу, ни свободному, ни мужчине, ни женщине. И он помнит язычников, и все одинаковы для Бога, и иудей, и иноверец. Божественный план, созданный для того, чтобы мы стали теми, кем нам предначертано стать, требует от нас делать выбор в пользу отказа от зла противостоящей стороны, которая искушает смертных действовать противоположно заповедям Бога и Его плану. Он также требует, чтобы мы были подвержены другому проявлению противоположности земной жизни, а именно, чтобы на нас влияли грехи других людей и различные дефекты рождения. Иногда необходимый нам рост будет достигаться быстрее через страдания и несчастья, а не через удобство и спокойствие. И ничто из этой противоположности земной жизни не достигло бы своей вечной цели, если бы божественное вмешательство освобождало нас от всех негативных последствий земной жизни. Этот план открывает нашу судьбу в вечности, цель и условия нашего земного пути, а также небесную помощь, которую мы будем получать. Заповеди Бога предостерегают нас от попадания в опасные ситуации. Учения вдохновленных руководителей направляют наш путь и дают заверения, способствующие нашему продвижению в вечном развитии. Божий план дает нам четыре великих заверения, которые помогут нам на земном пути. Все они даны нам через искупление Иисуса Христа, центральный элемент этого плана. Первое заверение состоит в том, что через его страдания и за грехи, в которых мы каемся, мы можем быть очищены от этих грехов. В этом случае милостивый последний судья их больше не вспомнит. Во-вторых, в рамках своего искупления наш Спаситель взял на себя все остальные земные немощи. Это позволяет нам взывать к Нему, чтобы Он давал нам силу нести на себе неизбежные бремена земной жизни, личные и общие, такие как войны и эпидемии. В книге Мормона дается самое точное среди всех священных писаний определение этого важнейшего аспекта силы искупления. Спаситель взял на себя боли и недуги народа своего. Он возьмет на себя их немощи, дабы чрево его преисполнилось милости по плоти, дабы он познал по плоти, как помочь народу своему относительно их немощи. В-третьих, Спаситель через свое бесконечное искупление отменяет окончательную победу смерти и дает нам радостное заверение в том, что все мы воскреснем. Книга Мормона учит, это восстановление придет ко всем, и к старым, и к молодым, и к рабам, и к свободным, и к мужчинам, и к женщинам, и к нечестимым, и к праведным, и даже ни один волос их головы не пропадет, но все будет восстановлено в свою совершенную форму. В эту пасхальную пору мы празднуем реальность Воскресения. Это дает нам видение, перспективы и силу выдержать испытания земной жизни, которые устают перед каждым из нас и нашими близкими, например, физические, умственные или эмоциональные недостатки, которые мы приобретаем при рождении или испытываем во время земной жизни. Благодаря Воскресению мы знаем, что эти земные недостатки приходящие. Восстановленная Евангелие заверяет нас в том, что Воскресение может включать в себя возможность жить с нашими близкими, мужем, женой, детьми и родителями. Это мощный источник вдохновения для нас, чтобы мы выполняли свои семейные обязанности в земной жизни. Такая уверенность помогает нам жить в любви и согласии в этом мире, предвкушая радостное воссоединение и общение в мире грядущем. И, наконец, четвертое заверение. Современное откровение учит нас, что наше развитие не останавливается после смерти. На тему этого важного заверения нам мало что открыто. Нам сказано, что это жизнь, время для того, чтобы подготовиться ко встрече с Богом, и что нам не следует откладывать свое покаяние. При этом нас учат, что в духовном мире Евангелие проповедуется даже нечестивым и непослушным, отвергнувшим истину, и что те, кого обучают, способны каяться до страшного суда. Вот еще некоторые базовые принципы плана нашего Небесного Отца. Восстановленный Евангелие Иисуса Христа дает нам уникальный взгляд на вопросы целомудрия, брака и рождения детей. Она учит, что брак необходим для выполнения цели Божьего плана, для создания назначенных Богом условий земного рождения и для подготовки членов семьи к вечной жизни. «Брак назначен Богом, человеку», — сказал Господь, «чтобы земля исполнила цель своего сотворения». В этом его план, разумеется, идет вразрез с определенными мощными мирскими силами, диктующими законы и традиции. Сила творить земную жизнь — наиболее возвышенная и великая сила, данная Богом своим детям. Ее использование было провозглашено в первой заповеди. Но была дана и другая важная заповедь, чтобы запретить ее неправильное употребление. Внеус брака всякое использование силы воспроизведения потомства в той или иной степени греховно и извращает наиболее божественные свойства мужчин и женщин. Акцент, который восстановлено Евангелие, делает на законе целомудрия, обусловлен ролью, которую данные нам силы в день рождения играет в выполнение Божьего плана. Празднуя двухсотлетие первого видения, с которого началось восстановление, мы знаем план Господа, и нас воодушевляет два столетия благословений, получаемых через Его восстановленную Церковь. В 2020 году мы можем смотреть на события прошлого и видеть их стопроцентным зрением. Однако, если попытаться заглянуть в будущее, то наше видение уже не будет таким четким. Мы знаем, что через два века после восстановления в духовном мире живет множество получивших земной опыт служителей, которые занимаются там проповедью Евангелия. Мы также знаем, что сейчас у нас гораздо больше храмов, чтобы выполнять таинство вечности для тех, кто кается и принимает Евангелие Господа по обе стороны завесы смерти. Все это продвигает план нашего Небесного Отца. Божья любовь настолько велика, что Он уготовил славную судьбу для всех Своих детей, и если не считать тех немногих, то добровольно становится сыном погибели. Мы знаем, что Спаситель вернется, и что на земле будет тысячелетие мирного правления, которое завершит земную часть Божьего плана. Мы также знаем, что будут разные этапы воскресения для праведных и неправедных, а также страшный суд, который будет вершиться для каждого человека после Его воскресения. Нас будут судить по нашим поступкам, желаниям нашего сердца и тому, какими людьми мы стали. В результате этого суда все дети Бога попадут в одно из царств славы, которое они заслужили своим послушанием и в котором им будет комфортно жить. Судить об этом будет наш Спаситель, Иисус Христос. Его всеведение дает Ему совершенное знание обо всех наших поступках и желаниях, как о тех, в которых мы не покаялись и которые не изменили, так и о тех, в которых мы покаялись, или о праведных поступках и желаниях. Таким образом, после Его суда мы все признаем, что кара Его справедлива. В заключении, я делюсь с вами убежденностью, которая пришла ко мне после прочтения многих писем и рассмотрения множества просьб о возвращении в Церковь после изъятия имени из учетных документов или отступничества. Многие наши члены Церкви не понимают план спасения, который отвечает на большинство вопросов, касающихся учения и вдохновленной политики восстановленной Церкви. На нас, знающих Божий план и вступивших в Завет в Нем участвовать, лежит четкая обязанность учить этим истинам и делать все, что в наших силах, чтобы наносить их до окружающих и применять в своих собственных обстоятельствах земной жизни. Я свидетельствую об Иисусе Христе, нашем Спасителе и Искупителе, который делает все это возможным. Во имя Иисуса Христа. Аминь. We know that the Savior will return and that there will be a millennium of peaceful reign to wrap up the mortal part of God's plan. We also know that there will be different resurrections of the just and the unjust, with the final judgment of each person always following his or her resurrection. We will be judged according to our actions, the desires of our hearts, and the kind of person we have become. This judgment will cause all of the children of God to proceed to a kingdom of glory for which their obedience has qualified them and where they will be comfortable. The judge of all this is our Savior, Jesus Christ. His omniscience gives him a perfect knowledge of all of our acts and desires, both those unrepented or unchanged and those repented or righteous. Therefore, after his judgment, we will all confess that his judgments are just. In conclusion, I share the conviction that has come to me from many letters and by reviewing many requests to return to the Church after name removal or apostasy. Many of our members do not fully understand this plan of salvation, which answers most questions about the doctrine and inspired policies of the restored Church. We who know God's plan and who have covenanted to participate have a clear responsibility to teach these truths and do all that we can to further them for others and, in our own circumstances, in mortality. I testify of Jesus Christ, our Savior and Redeemer, who makes it all possible. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.